Уже сегодня эту табличку сняли, кабинет пустует, район остался без главы. Понятно, что это временно. О том, что у Митина жизнь после вступления в должность будет непростой, было понятно сразу. В октябре прошлого года Совет депутатов Оренбургского района большинством голосов выбрал на должность главы Александра Митина. Тогда свои голоса отдали не только представители справедливой России, но и единороссы, что стало полной неожиданностью для многих. Кстати, оппонентом Митина на этих выборах был как раз представитель правящей партии. Вы против того, чтобы строились дороги, вы против того, чтобы повышалась зарплатная бюджетная сфера, вы против того, чтобы программа «Качество жизни» была принята? Я не скрываю, что я партия «Единая Россия». Конечно же, я буду призывать голосовать за кандидата от «Единой России». За то время, пока Митин возглавлял район, он был участником двух судебных процессов. Сначала прокуратура нашла нарушение, он одновременно возглавлял черноречие и занимал депутатское кресло. Затем вспомнили о том, что он дал разрешение на добычу и вывоз ПГС. Это было в 2008 году, когда Митин был главой черноречия. В суде первой инстанции Митин был признан виновным, а властной суд оставил этот приговор в силе. Приковано уголовное дело, цена вопроса, я полагаю, высокая, которая сегодня получила логическое завершение и не вынесена два года, условно, со строчкой на год и право занимать руководящие должности в органе государственной власти местного самоуправления. Как заявил Митин, он не намерен соглашаться с решением областного суда. В ближайшее время его адвокаты отправят документы в Верховный суд, который, уверен, экс-глава, отменит приговор областной инстанции и позволит вернуться в кабинет главы Аримурского района. Сколько Александр Митин продержится на посту главы Аримурского района, этим вопросом задавались многие, когда он был избран, в том числе и недоброжелатели, которые, кстати, сегодня наверняка будут жать друг другу руки и поздравлять с тем, что Александра Митина наконец-то сняли с этой должности.